26 декабря в Фурманове состоялась информационная встреча главы Фурмского района Романа Соловьева с общественностью. В зале присутствовало более 50 представителей предприятий, общественных и религиозных организаций, главы сельских поселений, депутатский корпус. Предваряя свое выступление, Роман Соловьев вручил главе Дуляпинского сельского поселения благодарственное письмо главы района за помощь, оказываемую ветеранам Великой Отечественной войны и ключи от нового автомобиля. Глава района выступил с информацией об итогах уходящего года, о том, что уже удалось сделать, а что еще предстоит. Консолидированный бюджет Фурмского района на 2018 год составляет 764 миллиона рублей. По состоянию на 1 декабря бюджет по доходам исполнен на 93,4%. Район обходится без кредитов. Главным направлением деятельности уходящего года стало благоустройство. Восстановлена значительная часть дорог и тротуаров. В этом году отремонтировано на 7 тысяч квадратных метров дорог больше, чем в прошлом. 34 тысячи квадратных метров против 27 тысяч. На это затрачено 5 миллионов областных средств и 28 миллионов из бюджета района. Для сравнения, в прошлом году на дороге потратили 20 миллионов областных средств и 51 миллион местных. Почти в три раза удалось уменьшить стоимость ремонта одного квадратного метра дороги. Такая же ситуация и по тротуарам. Впервые за много лет приступили к отсыпке щебнем грунтовых дорог в частном секторе. В текущем году из 70 километров дорог частного сектора выполнено 20 километров на сумму более 12,5 миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Продолжается работа на общественных и придомовых территориях. В рамках реализации программы формирования комфортной городской среды на областные и федеральные деньги завершен первый этап строительства проекта общественной территории семейного парка на улице Белова. Благоустроено 10 придомовых территорий. С учетом заявлений жителей выполнены работы по ремонту чистки 43 шахтных колодцев. Благодаря грамотному распределению бюджетных средств и с учетом экономии финансов в процессе проведения торгов появилась возможность реализации других проектов и мероприятий. Реализован проект подключения нескольких микрорайонов частного сектора Фурманова к сетям водоотведения. Дополнительно заасфальтировано 5 придомовых территорий и 3 тротуара. Начато строительство еще одной общественной территории. Установлено 5 детских площадок во дворах многоквартирных домов, детский игровой комплекс и установлена сертифицированная горка в летнем саду. Приобретено 7 автомобилей для отдела образования, многофункционального центра, 4 сельских поселений и районной администрации. Поступление техники позволит оперативно решать поставленные задачи. В списке хороших новостей в ближайшее время в центре города будет открыта социальная аптека, где граждане льготной категории смогут получить по рецептам наркотические лекарственные препараты и ДЛО. Завтрак и обеды за одним столом школьники должны питаться одинаково. В образовательных учреждениях организовано горячее питание. Кроме того, детям с 1 по 4 классы из малообеспеченных семей будут добавлены средства на питание за счет бюджета района. Повышения родительской платы за детский сад в районе не будет. Неизменно главной задачей дальнейшей работы остается не только закрепить достигнутые, но и продолжая заданные правительством Ивановской области и Российской Федерации курс, создать условия для более комфортной жизни населения Фурмского района. Это привлечение инвестиций и участие в региональных и федеральных программах. Сегодня рассматривается дальнейшая реализация программы формирования комфортной городской среды. Есть идея работать в направлении объединения зон общественного отдыха по центральному кольцу города в единую пешеходную зону. Для этого будет продолжено строительство семейного парка на улице Белово, завершена реализация проекта общественной территории у школы номер 8, продолжено благоустройство аллеи на улице Социалистическая и зоны за монументом славы. Также с учетом многочисленных заявлений жителей, приступим к реализации проекта спортивной площадки «Олимпиец» на улице Социалистическая у дома 37. По итогам встреч с депутатом Госдумы Юрием Смирновым ведутся переговоры о возможности строительства фока с бассейном, реализации проекта по возведению крытого навеса на хоккейный корт у Центра детского творчества, создание мини-футбольного поля с искусственным покрытием на городском стадионе. Роман Александрович отметил, что проведенная за год работа показала, что рационально и эффективно используя имеющиеся средства можно сделать больше, деньги нужно считать и разумно расходовать. Также подчеркнул, что мнение инициативных граждан и их конструктивные предложения положительно влияют на результативность работы администрации в целом и помогают более точно определять вектор дальнейшего развития района. Глава района поблагодарил региональные власти и лично губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского за поддержку и помощь в решении многих вопросов.